Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Святаго Иоанна Зотоустого, Одесский. Продолжение. Для чего же Он позволил это иудеям? Для того, чтобы они не враждовали друг с другом, чтобы родственную кровь им не наполняли свои жилища. Что лучше было, скажи мне, для сделавшейся ненавистной, быть ли изгнанной вон или быть убитой внутри дома? А последнее они сделали бы, если бы им не дозволено было изгонять. Посему Господь и говорит, возненавидит ее и отпустит ее из дома своего. Торазаконие, 24 глава, 1-3 стихи. Когда же Он беседует с кроткими и такими, которым не позволяет даже гневаться, то говорит, если же разведется, то должно оставаться безбрачным. Видишь ли стеснение, неизбежное рабство, связывающее обоих узы? Поистине брак есть узы, не только по причине множества забот и ежедневных неудовольствий, но и потому, что подчиняют супругов друг другу хуже всякого раба. Будет господствовать, говорит Господь, муж с женою. Бытие 3.16. А какая польза от этого обладания? Оно также и его делает рабом обладаемый, составляя некоторое новое необыкновенное воздаяние посредством рабства. Как ноги беглецов, быв связанные и сами по себе, еще привязаны одни к другой какой-нибудь небольшой цепью, прикрепленную обоими концами к оковам, не могут ступать свободно, потому что каждый из них принужден следовать за другим. Так и души супругов, имея и свои особые заботы, имеют и другое стеснение, происходящее от союза друг с другом, сдерживающее их хуже всякой цепи, отнимающая свободу обоих тем, что не представляет начальство кому-нибудь одному из них, но разделяет власть между обоими. Итак, где те, которые за наслаждение удовольствием готовы переносить всякое осуждение. Немалая часть удовольствия сокращается от взаимных огорчений, распри, часто продолжающих течение долгого времени, и самое рабство, заставляющего одного невольно переносить свою нравность другого, в состоянии помрачить всякое наслаждение. Посему и блаженный Павел сначала укоризненными словами не удерживал стремление к сладострастию во избежание блуда, для избежания невоздержания рожения, но, зная, что эти слова осуждения для многих малозначительны, потом для обуздания их прибавляют более сильные выражения. Посему и ученики Христовы нашли нужным сказать, лучше не жениться, Матфея 19.10, ввиду того, что некоторые супругов не владеют между собою. Это предлагается уже не как увещание или совет, но как обязательное повеление заповедь. Только вступать или не вступать в брак зависит от нас, а то, что последует за браком уже не в нашей власти, но волею или неволею нужно переносить рабство. Почему? Потому что мы не по неведению избираем это подчинение, но очень хорошо, зная его права и законы, добровольно подвергаем себя этому игу, затем сказавший о живущих с неверными женами, изложив подробно все законы о браке, вставив речи о рабах и достаточно утешив их тем, что этим рабством не унижается их духовное благородство. Он переходит, наконец, словам о детстве, которые и прежде соблюдал в себе и старался посеять, и теперь открыл, хотя не утерпев, не умолчал об этом и в словах о браке, ибо кратко и в разных местах он поместил слова о детстве, и в этом последнем увещании, и таким прекрасным способом, приготовив наш слух и предрасположив ум, сделал превосходное ведение к речи о детстве. После увещание рабам, ценою говорит он купленный, не делайтесь рабами человеком, 1 Коринфянам 7,23, напомнив о благодеянии нам Господа, и этим воскресив, возневши на небо умы всех, он потом излагает учение девстве, выражаясь такими словами, «Относительно детства я не имею повеления Господне, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным» 1 Коринфянам 7,25, хотя он также и не имел повеления относительно верных, сопрягающихся с неверными, однако они с великой властью дают закон и пишут так, «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее» 1 Коринфянам 7,12, «Почему же относительно девы ты не объявляешь того же? Потому что Христос относительно этого дал ясное постановление, запрещая вводить девство, как обязательную заповедь, ибо слова его, кто может вместить, да вместит, предоставляет слушателю власть выбора. Беседуя о воздержании, апостол говорит, «Желаю, чтобы все люди были, как и я». В воздержании и еще. Безбрачным же и вдовом говорю, «Хорошо им оставаться, как я». 1 Коринфянам 7,7,8 стихи. Говоря же о девстве, он нигде не упоминает о самом себе, потому что он и говорит весьма скромно, и с великой осторожностью, сам не совершал этого подвига. Повеление, говорит он, «я не имею». Сперва предоставив выбор и хорошо настроив слушателя, он потом и преподает совет. Так как самое название детства тотчас указывает на великий подвиг, то он не тотчас переходит к этому увещанию, но привлекший к себе ученика сначала посредством выбора и приготовив души его к послушанию, покорности, он потом уже делает предложение. Ты слышал, что детство есть название многих трудов и подвигов, но не бойся. Оно не есть повеление и не вводится, как обязательная заповедь, но тем, которые принимают его на себя добровольно и по избранию, он воздает собственными благами, возлагая на голову их блестящий и доброцветный венец. Тех же, которые отказываются и не желают принять его, оно не наказывает и не принуждает тому против воли. И не только этим он сделал слово свое не обременителем и приятным, но и указанием на то, что благодать этого подвига дается не от того, но от Христа. Он не сказал о девах, я не повелеваю, но я не имею повеления. И как бы так говорил, если бы я предлагал такое увещание в руководстве с человеческими рассуждениями, то не следовало бы разрешаться на это. Но так, как это угодно Богу, то залог безопасности надежен. Я же лишен власти давать подобные повеления, но если вы хотите выслушать меня, как равного вам, раба, даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. 1 Коринфянам 7, 25 Здесь достойно удивления великое искусство и благоразумие блаженного Павла, как он, находясь среди двух необходимостей и противоположностей, представив собственную личность для того, чтобы совет стал удобоприемлемым, и не сказать о себе ничего лишнего, так как сам он не имел этой добродетели. В кратких словах достиг того и другого, ибо словами, получивший милость, он как бы выставляет себя самого, а тем, что не выставляет себя с более блистательной стороны, уничижает и смиряет себя. Продолжение следует.